МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Криминальная обстановка в городе. А теперь об этих и других событиях подробнее. 27 мая в регионе стартовала основная волна сдачи единых государственных экзаменов. Начались они с проверки знаний по литературе и географии. В этом году в Смоленской области ЕГЭ сдают 4446 ребят. Помимо двух обязательных математики и русского языка, они могут выбрать необходимые из еще 12 дисциплин. Основная волна, в том числе и резервные дни, продлится до 30 июня. С 1 июня в трех школах и Доме детского творчества начнут работать оздоровительные лагеря. В пятницу, 27 мая, межведомственная комиссия посетила все площадки и определила степень готовности каждой. Члены комиссии отметили, что дети набраны свободных мест на первую смену уже нет. Штат сотрудников также укомплектован на 100%. Примечательно, что среди вожатых будут работать несовершеннолетние, то есть старшеклассники, которые также прошли подготовку. В школе вожатых была организована такая подготовка. Через центр занятости они за свою работу получат зарплату. В каждом лагере уже подготовлены интересные планы воспитательной работы. Выезды за пределы города не планируются. Также не задействовано и водохранилище. Закуплены необходимые медикаменты, спортивный инвентарь, чистящие и моющие средства. Кроме того, в период работы лагерей специалисты санэпиднадзора будут проводить дополнительные проверки. Отметим, что кроме оздоровительных лагерей в первую смену организованы и трудовые лагеря для старшеклассников. Первый летний месяц 409 мальчишек и девчонок Десногорска будут укреплять свое здоровье и трудиться на благо родного города. Ежемесячно в Десногорском молодежном центре организуется комплексное психологическое обучение для подростков. При помощи тренингов у ребят формируют устойчивые черты и качество характера, которые необходимы для успешного развития личности. 25 мая прошел тренинг «Психологические границы». Участники учились принимать людей такими, какие они есть, определять свои границы и пытались помочь ближнему, применяя уже освоенные психологические знания. Общественные советы руководства ОМВД России по городу Десногорску объявили конкурс среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций «Полицейский дядя Стёпа». Кто принял участие в городском конкурсе детского творчества и каковы его итоги, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Всего на городской конкурс было представлено 24 творческие работы от детей 1-й, 2-й, 3-й школ и детских садов «Теремок» и «Чебурашка». При подведении итогов члены жюри отметили высокое качество конкурсных работ, творческий подход участников и интересную подачу материала при раскрытии темы. Все юные конкурсанты были приглашены в отдел полиции и награждены. Я хочу сказать слова благодарности всем, кто откликнулся на этот конкурс. И родители, и дети, и учителя, и воспитатели. Спасибо всем. Работы были очень интересные, насыщенные. Ну, просто было приятно их смотреть. Работы детей были выполнены в разных техниках и с использованием различных материалов. Мне очень было приятно получить вот такую грамоту. Мы сначала прочитали книгу, а потом я сделала дядю Степу, который следит за правилами дорожного движения. Мы отправили эту, как бы сказать, работу у МВД России по Смоленской области. И я даже как-то удивилась, что я победила в этом конкурсе. У меня не было просто слов. Поделка ученицы третьего класса первой школы Лады Васиной направлена на всероссийский этап конкурса. Новости градообразующего предприятия. 26 мая в поселке Ворга Ершичского района под руководством директора Смоленской АЭС Александра Васильева прошла плановая противоаварийная тренировка по взаимодействию персонала атомной станции и органов власти. Во время мероприятия все службы сработали на высоком уровне. Поставленные цели были достигнуты. В середине мая на территории Рослевского района прошла поисковая экспедиция Десногорского отряда «Высота». В ней приняли участие семь бойцов. У деревни Старая Сушня во время работ поисковики обнаружили останки двух солдат. Найдены медальоны, которые удалось прочитать. Оба солдата призваны из Гагаринского района. Сельденков Иван Федорович, 1909 года рождения, и Волков Роман Степанович, 1912 года рождения. В данный момент ведется поиск родственников. Криминальные новости. В Рослевском районе выявлен незаконный факт рубки лесных насаждений. В Громашовском участковом лесничестве Рослевского района выявлен факт незаконной рубки леса. Злоумышленники избирательно рубили березу, ольху, сосну и ель, причинив лесничеству ущерб на сумму более 350 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили все пилорамы, расположенные вблизи места происшествия. На одной из них в деревне Волковичи были обнаружены спиленные стволы деревьев. В итоге работник пилорамы указал на подозреваемого, которым оказался 55-летний житель деревни Карпики Рослевского района. В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Рослевский возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальные наказания предусмотрены, санкции указанной статьи, лишение свободы на срок до 7 лет. А пока в отношении черного лесоруба избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. О том, что произошло в Десногорске за неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 129 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 147 административных правонарушений, в том числе 113 нарушений правил дорожного движения. Задержано водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения «Трое». За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. Ежедневно специалисты МЧС патрулируют водоемы региона, чтобы не допустить нелепой смерти на воде. Особую тревогу у спасателей вызывают дети и граждане, употребляющие спиртные напитки. Сотрудники Главного управления МЧС по Смоленской области просят гостей и жителей региона не открывать купальный сезон раньше времени, так как вода еще не прогрелась и не организовано дежурство спасателей. И убедительно просят не оставлять детей без присмотра. Официально купальный сезон в регионе откроется 1 июня. 1 июня в Международный день защиты детей для юных десногорцев будет организована развлекательная программа. Начнется праздник на открытой городской эстраде в 10.00. А в семейном кафе «Десналэнд» Совет женщин города организует мероприятие для детей из десногорских многодетных семей и детей-инвалидов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна-ТВ.ру». Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова